Человечеству всегда было интересно, как огромные мышцы и масса помогут в реальном бою. Сможет ли невероятная сила стронгмена растереть в порошок противника, как магнезию перед подходом? Приветствую вас, грациозные броненосцы! С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на реальные бои стронгменов мирового уровня. И каждый из вас сможет для себя решить, насколько важна сила в бою. Капитан на море, что султан на троне, а Мариуш Пудзяновский со штангой, что ниндзя с катаной. Я начну свой обзор с самого успешного стронгмена всех времен, который выигрывал самый престижный турнир по силовому экстриму World's Strongest Man 5 раз, что является абсолютным рекордом. При росте 186 сантиметров Мариуш имел вес 142 килограмма сухой мышечной массы. Но когда в 2009 году он ушел из экстрима и начал свою бойцовскую карьеру в ММА, сбросил вес до 118 килограмм. Мало кто знает, но Пудзяновский увлекался единоборствами с детства. С 11 лет он занимался кьюкушинкой карате, а с 15 лет пошел на бокс, которым занимался 7 лет. Хотя многие этого могут и не заметить, глядя на его бои. Но как бы там ни было, такой бэкграунд однозначно помогает ему в ММА сейчас. Ведь он имеет рекорд из 15 побед и 7 поражений. Несмотря на то, что он выступает в местном польском промоушене KSW и соперники у него никому неизвестные мужики, у него было парочку мировых поединков против Баттербина, Сильвии, Томпсона и Боба Сапа. У него хороший удар из-под жопы, который может снести чердак любому. А благодаря своей массе он любого может перевести в партер. Но, конечно, такую массу тяжело перемещать по клетке и частенько Амариушу просто не хватает дыхалки. После 12 у Золушки карета становилась тыквой, а Амариуш после 5 минут в клетке становится мешком. Но как бы там ни было, мужик продолжает выступать по ММА по сей день и доказал, что при желании и скачка можно слепить бойца. Человек рожден для счастья, даже если зачат по глупости. Эдди Холл по прозвищу Зверь, победитель по силовому экстриму в 2017 году, имеет рост 191 сантиметр и вес 196 килограмм. На сентябрь 2021 года у этого монстра запланирован боксерский поединок против еще более здорового монстра Хафтора Бёрдсона по прозвищу Гора, который стал победителем стронгменов в 2018 году. Этот бой анонсирован как самый тяжелый по общей массе бойцов за всю историю бокса. Нам с вами несказанно повезло, и мы можем посмотреть на Эдди в спарринге, который он провел в рамках подготовки. А я надеюсь, что он готовится к этому бою. Ведь даже диванный пельмень, взглянув на то, что происходит в ринге, сразу скажет пацанам, расходимся и билеты не покупаем. Спарринг-партнер, который в два раза меньше зверя, издевается над ним как хочет, не давая даже шанса донести хоть один удар до цели. Конечно, некоторые из вас могут сказать, что это спарринг, и мужик просто жалеет дрыща соперника. Но я вам покажу его единственный аматорский бой, который также проходил как часть подготовки. И снова визуально соперник гораздо меньше Эдди. Но зверь в ринге работал как настоящий зверь. Когда урожай собран, винограднику не нужен сторож. А когда стронгмен не может переломать гриф об колено, нужно переходить в бойцы. Один из самых успешных стронгменов, который сделал карьеру бойца, Оливер Томпсон по прозвищу Спартанец. Мужик был профессиональным стронгменом и завоевал титул самого сильного человека Великобритании. Также успешно выступая на международном уровне. Но в 2009 году Оли решил стать бойцом ММА мирового масштаба. И нужно сказать, что у него были для этого все задатки. Спартанец, как и все, начал свою карьеру с малоизвестных турниров. Но имел четкую цель на топовые чемпионаты. И в 2012 году получил свой шанс. Он провел два поединка на UFC on Fox против Шона Джордана и Филиппа де Фриса. Но оба проиграл. После чего UFC с ним попрощалась. Но мужик не червяк, который сохнет без воды. Оли не расстроился и продолжил выступать во второсортных турнирах в надежде получить второй шанс. И он его получил. Только теперь на Беллатор. В 2016 году он провел бой против Мэтта Митриона. А в 2017 против Чейка Конго. Но опять оба боя проиграл. После чего снова вернулся во второстепенные турниры. Где продолжает выступать по сей день. Кстати, свой последний бой он проиграл Сергею Харитонову. Всего Томпсон провел 34 боя. 21 из которых выиграл. Если раньше в споре рождалась только истина. То сейчас ушибы и переломы. А если раньше ты был стронгменом. То сейчас можешь стать бойцом. Брайан Шоу. Четырехкратный чемпион самого престижного турнира по силовому экстриму. World's Strongest Man. Брайан, который обладает очень внушительной антропометрией. При росте 203 сантиметра. С весом 197 килограмм. У этого гиганта пока нет ни одного профи боя. Но он уже начал тренироваться по ММА. И даже проводил тренировки с Парье. Собственно видео с которым мы и посмотрим. А вернее их совместный грэпплинг. Конечно Парье профи. Он перемещался по Брайану как муравей по слону. Пока не вышел на удушающий. С одной стороны Шоу даже не почувствовал такого веса на себе. Но с другой удушающий его убил бы. А вот когда сам Шоу оказался в партере сверху. Парье долго продержаться не смог и сдался. Когда от такого веса начали выпадать глаза. Ну а в общем было бы интересно посмотреть на этого громилу в бою. И думаю мы его скоро увидим. На хорошую халяву могут слететься и те, кто был рожден ползать. А за хорошие бабки люди готовы делать то, что опасно для жизни. Конечно вы все ждали, когда в этом выпуске появится Михаил Кокляев. Мужик является очень титулованным спортсменом, который добился выдающихся результатов в тяжелой атлетике, пауэрлифтинге и силовом экстриме, заняв второе место на Арнольд Классик Стронгмен в 2009 году. Но жизнь забавная штука и несмотря на все достижения и всеобщую славу, Миха решил попробовать свои силы в боксе и заработать немного деньжат, в которых явно была нужда. Поэтому он согласился на дело, за которое не взялся бы даже самый отчаянный японский камикадзе. Выйти в ринг против топового российского бойца ММА Александра Эмильяненко. Несмотря на то, что лучшие годы Сани далеко позади, он все равно остается отличным бойцом. Ведь как ни пытайся, а навыки не пропьешь. Нужно отметить, что Кокляев показал отличный бой, гораздо лучше, чем многие от него ожидали. Он пару раз отлично попадал и казалось, что Саня даже слегка потрясен. Но бой это не пару ударов, а несколько раундов. И тут Миху подвела дыхалка, отчего он и улетел в нокаут. А если вы еще не знали, хочу сказать, что Миха бросил вызов Диллиану Уайту. Тому самому, который в этом году победил нокаутом Поветкина. Вот такой отчаянный парень, как Кокляев. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, как вы считаете, может стронгмен или бодибилдер быть первоклассным бойцом? Пикак! Все, спокойно, спокойно. Раз, два, три. Это биомеханика эффективных движений. Ее знать надо. Как бы ни отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хуба, хуба, хуба. Вот так. Хуба. Так. Кладбрата одна, да? На дистанции. Короче, я вот что делаю. Хлопу вырываю ключицу, это ключица вырываю голос. То есть вот так вот это выглядело. Хуба, хуба, хуба. Обмазывающий силь. Отчасти. Атака слева, атака справа. Атака слева, атака справа. Это называется лепить. Наши упражнения. Секретный комплекс упражнений по мевитации. Старайтесь эти упражнения, значит, не светить нигде. Жарики солнечные. Старим. Какой идиот будет вот так вот на раз идти? Нет, вот так я набегу, да? Вот я стою на дистанции. Успевайте. Успевайте. Успели? Хоть один раз идти. Ничего не успевайте, это убитка. Успевайте. 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 Продолжение следует...